Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Кто поможет нам в чрезвычайной ситуации? На какую помощь могут рассчитывать горожане? И какие возможности есть у поисково-спасательного отряда «Самары»? Об этом говорим сегодня. В нашей студии руководитель поисково-спасательного отряда «Самары» Дмитрий Раков. Если у вас был опыт общения со спасателями, то расскажите об этом. Задавайте ваши вопросы по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте. Мы с вами встречаемся в этом году первый раз. И хотелось бы начать с итогов прошлого года. Как много к вам было обращений? На что вы реагировали? Вообще, каким был ушедший год? Спокойным относительно? Или это год катастроф? Да нет, нет. И максимум обращений? Слава богу, год выдался относительно спокойным. Естественно, мы множество раз привлекались. То есть за прошлый год мы совершили 764 выезда на всякие пришествия, аварии, чрезвычайные ситуации. Но чтобы сказать, что такого глобального, слава богу, у нас не было. То есть, да, конечно, люди попадают в разные чрезвычайные ситуации. И вот у нас оказано, было вот за год помощи мы оказали 1269 гражданам. Но это различная помощь. Кому-то там серьезнее, кого-то из ДТП там доставали, кого-то еще. Кто-то эвакуировал при пожаре. Но тем не менее. Ну, сказать, чтобы что-то вот такого прям из ряда вон выходящего. Да, ну это и хорошо. Это и хорошо. Это и хорошо. Таких вот катастроф такого глобального не было масштаба. И начало нынешнего года, вот обычно такой период праздничный и время каникул, мы тоже с каким-то напряжением и тревогой ждем, потому что, кажется, каждый второй будет с петардами взрываться, тонуть в проруби на крещение и так далее. Вот как тут все прошло? Ну, слава богу, тоже спокойно прошли все вот эти вот новогодние праздники у нас. Единственное, что вот по нашей специфике были все-таки и ДТП, и другие какие-то ситуации выезжали, но относительно спокойно. Единственное, что, к сожалению, в области за праздничные дни очень много погибло у нас людей на пожарах. Это были случаи в Самаре, и, ну, к сожалению, вот такая статистика. Причем нельзя сказать, что это вот именно, конечно, от пекард, там еще чего-то. Ну, то есть, тем не менее, пожары были, это и в частном секторе, и там люди, к сожалению, погибли. И достаточно много. Вот это вот, конечно, успокоит. Ну, давайте разбираться с вашей спецификой. На какие обращения реагируете вы, когда вы выезжаете, когда вы, может, просто что-то посоветуете по телефону, вот, когда к вам нужно обращаться? На что вы рассчитаны, на вашу службу? Мы выезжаем, ну, на многие, на различные чрезвычайные ситуации. То есть, это и пожар, и ДТП у нас бывает, и теряются у нас в лесу и грибники, и происходят, слава богу, удачные посадки самолета аварийной, ну, и так далее. То есть, люди куда-то залазят у нас и в штольни, там, теряются. Ну, в миллионном городе... Давайте уточним, только на территории Самары. Если он в лес пошел за территорией города, вы уже не... Ну, тут сложно так сказать. Конечно, мы муниципальные структуры, и мы отвечаем за территорию городского округа Самары. Но бывают случаи, когда, ну, допустим, в районе где-нибудь, там, Икея, вот уже конец города, и, допустим, пришло сообщение, там, о каком-нибудь ДТП, и выбирать, кто там перезванивать и звонить в областную службу, ну, естественно, надо быстрее реагировать. Поэтому мы тоже реагируем на ближайшие, лежащие районы, и, соответственно, сообщаем в областную поисково-спасательную службу. Вот, поэтому... А если человек попадает в ДТП на территории города, и необходима помощь, чтобы его просто оттуда вытащить? Это вы, только вы? Нет, и областная служба, конечно, есть, но в основном, да, то есть это наша территория, мы выезжаем, у нас для этого существуют и силы, и средства, инструмент специализированный, без всяких проблем выезжаем. Вот, то есть по первому звонку... Ну, вот тогда вот если все проанализировать, большинство случаев все-таки, на которые вы реагируете, это что? Ну, в основном, да, это вот это, конечно, пожар, ДТП, вот эти вот различные люди, когда там в ямы попадают, и в колодцы, много чего происходит. В основном критерий, чтобы нас вызывать, это когда реальная угроза жизни и здоровья людей. Потому что, ну, бывает, обращается, и кошка на дерево залезла, и, ну, там, замок какой-то сломался. Это не та ситуация, в которую мы выезжаем. То есть для этого можно... А кто, вот если там захлопнул дверь... Ну, у нас много коммерческих структур, множество коммерческих, да. То есть вы только бесплатно? Да, мы работаем совершенно бесплатно, круглосуточно, в выходные, в праздники. То есть мы работаем бесплатно. Да, с дверьми мы тоже работаем, но когда есть реальная угроза. Вот, допустим, ну, иногда звонят наши жители, говорят, что вот так и так, вот на звонки человек не отвечает, что-то там произошло, возможно, плохо. Да, вот в этом случае мы выезжаем, вызываем участковых, потому что, ну, все-таки это частная квартира, и совместно с ними бывает, скрываем дверь. Ну, действительно, бывает людям плохо, они одни, помочь некому, и, соответственно, ну, к сожалению, у нас так и погибают люди, то есть пожилые люди. Ну, кому-то везет, и вовремя открываем, вызываем скорую помощь. Ну, кто-то потерял сознание, ну, мало ли по какой причине. Сердечный там приступ какой-то, там, может быть, люди инсулинозависимые, да мало, ну, много, возможно, дети бывают, это самое, только мама отвернулась, там, ребенок полтора года закрылся, а квартира для полуторагодовалого ребенка, это тоже, на шкаф залез, и книжки, и все. Да и вообще, если окна открыты, не дай бог, остались, да. Конечно, окна, балкон, даже мебель, все что угодно. Поэтому это тоже, вот, квалифицируется, ну, как, все-таки, какой-то угроза. У вас есть такой вот перечень, да, когда вы должны реагировать, когда вы просто, вот, извините, ну, это не к нам. Да, 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 то есть у нас отработанная система, то есть сообщение принимает диспетчер, он оценивает ситуацию. Кроме всего, у нас в нашем здании есть единый дежурный диспетчерский, где оперативный дежурный, также оценивает ситуацию. То есть есть где-то наша специфика, где-то не наша. А как вот разобраться, если мы набираем, вот, не всегда помнишь телефон, вашей вот конкретно службы, а набираем 112, это кому? К вам получается, если я сама разговариваю или как? Нет, тут система 112, она еще, ну, в полной степени не работает, но выпадает в любом случае либо на дежурного МЧС, либо на дежурного единодежурного диспетчерской службы, нашей же муниципальной. И дальше этот звонок, если он касается спасателей, он к нам коммунируется по прямым линиям, мы тут же получаем либо сообщение, либо прямую связь с тем человеком, который переключается номер, и все, мы же общаемся. Скажите, а как давно ваш отряд уже действует в нашем городе? Ну, с 2006 года мы образовывали. И сколько вас? Вообще количество работников, сотрудников как-то менялось в связи с, не знаю, с чем, с какими-то там, или у вас штат определенный? Ну, сейчас определенный штат уже достаточно долгое время. Ну, у нас 56 человек общий штат, из них вот 42 спасатели, включая там руководители, замык, там, кто выезжает, у нас есть доктор, который считает допуск спасателей на смену. Ну, вот, то есть, в принципе, у нас смена спасателей, вот 9 человек, они работают сутки через трое. В углосоточном режиме, вот, плюс диспетчера, которые принимают сообщения. А у вас сугубо мужской коллектив? Ну, почему? Или там женщины могут как-то каким-то образом... Нет, есть у нас и девушки спасатели. И девушки спасатели даже? Да, есть у нас и диспетчера девушки. Ну, девушки тоже, так скажем, не совсем просто попали, так случайно попали. То есть, они все подготовлены, то есть, это мастера спорта, там, альпинизм, скалолазание у нас. А вакансии есть у вас, интересно, идут к вам люди? Нет, люди идут, но у нас вакансий не бывает практически никогда. А штатный спасатель муниципальной службы, что он из себя представляет? Какая должна быть у него физическая подготовка, квалификация и так далее? Ну, то есть, спасатели у нас все, ну, проходят минимальное обучение, ну, минимально необходимое. То есть, это пожарная, психологическая, техническая подготовка. Каждый. Да, конечно, потом имеют все допуски на высоте, с различными инструментами, там, по электробезопасности, там, компрессоры различные, ну, и так далее, и так далее. То есть, это все, как бы, каждый год все происходит. То есть, у нас есть программа обучения ежегодная, то есть, они сдают зачеты определенные, вот, то есть, каждый полгода. Ну, и по физической подготовке в том числе. А как обязан спасатель поддерживать физическую форму? Это обязанность или нет? Или, ну, если чувствует себя хорошо, то может и... Ну, в принципе, зачеты такие. Мы не готовим, там, суперменов или каких-то там... А хотелось бы, когда говоришь спасатель, представляешь, что ты действительно супермен. Нет, ну, понятно, что одно дело, когда рельефные мускулы, другое дело, что человек просто способен, то есть, работать, спасать. Ну, то есть, это нормально. То есть, у нас есть спортзалы, они занимаются, как это самое, сдают зачеты. То есть, занимаются альпинизмом, веревками, все как повлечением. Вот, и поэтому, в принципе, первую помощь оказывают. А есть какая-то редкая такая специализация, вот, которая очень ценится? Вот, есть такие специалисты, которые... Да, конечно. Вот, что это? Ну, у нас... И чего, может, не хватает? Ну, у нас, понимаете, в основном контингент людей, пришедших к нам, ну, работает, которые... Они, в основном, с детства чем-то занимались, какими-то такими вот видами спорта. Ну, допустим, альпинизм, там, туризм, водолазы есть. У нас есть водолазная группа. Вот, у нас очень много бывших пожарных, таких уже профессиональных и так далее. То есть, в принципе, вот эти вот все, как бы, увлечения, они, конечно, приветствуются, вот, потому что все равно это... Любые виды работ, они всегда различны и связаны с каким-то определенным... С риском, во-первых. Да, да, конечно. То есть, это же надо и самому не пострадать, и спасти человека, и... А вы руководитель или спасатель? Я руководитель учреждения, ну, спасатель в том числе. Да? А вы вот как пришли в эту профессию, интересно? Ну, я тоже долгое время уже спасателем работаю. Я работал горным спасателем и так далее. Вот, поэтому уже, ну, достаточно долгое время, почти уже 15-20 лет. Ну, вот руководитель, чему спросила, руководить и спасать, это, наверное, разные все-таки вещи, и... Конечно. Потому что это же нужно организовать процесс. Ну, да, но, тем не менее, у нас обычное муниципальное казенное учреждение. То есть, оно, естественно, требует какие-то расходы на бензин, там, и коммунальные услуги, и так далее, и так далее. Но, в любом случае, своя специфика присутствует. Это же у нас, ну, специфический инструмент достаточно. То есть, это и гидравлика, там, бензорезы, бензопилы и так далее. Естественно, у нас все, я в том числе, ну, знают, понимают, как с этим обращаться, какие-то неисправности, там, ну, и так далее, и так далее. Это все, конечно, есть. Автомобили у нас также спасательные, специально оснащенные. То есть, не просто, как бы, так мы ездим. То есть, техника есть, да? Да, да, имеются автомобили, в которых имеется практически все, да. Ну, из-за исключения того, что не имеется, там, мы что-то там со складов добавляем, если необходимо. Вот, потому что, естественно, автомобиль все не разместишь. То есть, бывает, когда там, ну, то есть, у нас электростанция, есть ли освещение на, допустим, если в ночное время это все происходит. То есть, там масса инструментов, которые помогают, так скажем, спасти людей. Ну, это хорошо, что у вас есть такая техническая база. Хочу обратиться к телезрителям. Если вы общались со спасателями, пользовались их услугами, расскажите об этих случаях и задавайте свои вопросы руководителю поисково-спасательного отряда Самары Дмитрию Ракову. Вот, со спасением мы разобрались. Вот, поисковый. Вы такие работы тоже проводите? Или это вот просто досталось от чего-то? Поисковый спасатель? Ну, понимаете, о чем дело. Когда эти структуры создавались в системе МЧС еще, когда федеральная структура, имелось в виду, что ведь для того, чтобы оказать помощь пострадавшим, надо найти. Вот, неважно, где, в лесу, в толпе, на пожаре, в завалах. Отсюда и пошло вот это слово поисково-спасательный отряд. Там у нас, допустим, поисково-спасательные службы. И когда МЧС создавала вот эти структуры, они создали поисково-спасательную службу МЧС России. Ну, то есть, изначально это было ориентировано, именно вот, ведь врачи же могут оказать квалифицированную помощь тогда, когда они, допустим, при машине, при своих каких-то инструментах, там, каких-то аппаратах и так далее. То есть, врач же не будет бегать по лесу, искать пострадавшего и так далее. Вот, соответственно, вот отсюда и пошло вот это поисково-спасательное служба. То есть, по сути дела, мы аварийно-спасательное формирование, которое, как бы, реагирует на различные чрезвычайные ситуации. Сегодня развивается движение волонтеров, очень активно они так в нашу жизнь вошли. Вы как-то с ними сотрудничаете или нет? Или вы профессионалы и, как бы, все остальное? Ну, почему же? Если брать, ну, что, смотря, как кого называть волонтерами, то есть, ну, к примеру, мы очень тесно сотрудничаем с студенческими спасательными отрядами, такие у нас существуют, вот, ну, допустим, на Янове достаточно сильный студенческий спасательный отряд. Более того, они, так скажем, многие выходцы вот из этих вот детских, юношеских разных патриотических, туристических клубов, они потом приходят вот в профессию спасатель, и мы с ними достаточно тесно сотрудничаем, то есть, проводятся различные соревнования, в которых мы участвуем, что-то там, помогаем в основном в качестве или судей, или помогаем каким-то там инструментом, еще что-то, потому что, конечно, не позволяет это все самим организовывать, но, тем не менее, мы постоянно в этом принимаем участие, вот, они к нам приходят частенько, то есть, какие-то проводят тренировки иногда совместные, поэтому это и есть, вот, если расцениваться как волонтеров, и иногда привлекается, в том числе, и на чрезвычайные ситуации. Вот, у нас студенческие, вот, отряд спасателей, они, в принципе, аттестованы, то есть, да, вот, и достаточно большая польза тоже бывает от ребят, когда вот, ну, к примеру, когда нужна масса, ну, допустим, потерялись гремники, да, когда одно дело пошли искать там... Ну, главное, чтобы еще волонтеры не потерялись. То есть, бабушка потерялась, ну, когда три человека его ищут, и когда там ищут человек 15, 16, там, 20, больше, это уже, конечно, быстрее все происходит, и, вот, пожары, когда вот были лесные, тоже, в принципе, лишних людей там не бывает, потому что, когда горит там и трава, и все прочее, всегда нужны руки, то есть, мы от них никогда не отказывались. И если говорить о мобильности, у разных служб есть свои нормы, там, прибытие до места происшествия, у вас какая? Вот, как быстро вы добираетесь, чтобы знать? У нас по-разному. Дело в том, что ситуация складывается таким образом, что, допустим, пожарные части или скорая помощь, они имеют, ну, достаточно много своих подразделений по городу Самаре, мы, к сожалению, находимся в одном месте. И когда, допустим, у нас Тавропольская, 88, и, к сожалению, если это происходит где-то поблизости от нас, соответственно, и время прибытия, если где-то это в Куйбышевском районе, ну, к сожалению, едем сколько можем. Ну, так как машины у нас с поблизовыми маячками, ну, стараемся как-то быстрее добраться. Вот, поэтому в основном мы говорим о времени реагирования, то есть мы вот в районе минуты-полутора мы выезжаем. Вот, если что-то дополнительное надо, ну, грузим где-то до пяти минут можем выехать. Это при максимальное время. А так выезжают и за 30 секунд, если необходимо, машину сели и поехали. Вот, а вот со временем прибытия, к сожалению, да. Пробки еще у нас такое место имеют быть. Ну, как-то пробираемся, как и все оперативные службы. Скажите, пожалуйста, вот физический аспект очень важен, да, у спасателей, потому что вы физически работаете, это и нагрузка. Но здесь и моральный тоже, вот психологический тоже очень важен, потому что человек в чрезвычайной ситуации, он может себя как-то и неадекватно, и оценить обстановку, и сам себя повести. Вот у вас аспект этой работы, у вас есть психологи, или как вы работаете, вот с человеком, который вам звонит? Психологов у нас нет, но мы сотрудничаем с психологами. Во-вторых, ну, то есть у нас есть еще такой нюанс, что у нас, в принципе, все спасатели прошли психологическую подготовку. Сами? Нет, зачем, ну, с профессиональными психологами, да. Ну, и самому тоже нужно быть очень, наверное, таким равновешенным. Есть определенные программы, есть определенные навыки, которые, ну, даются спасателям. Вот, естественно, это все отражается в работе, и, ну, да, как бы, приходится в разных ситуациях работать, но, тем не менее, пока вот сбоев не было. Скажите, вот, если какие-то вот ситуации происходят, допустим, вот сейчас объявили, МЧС разослало, похолода не ожидается, или там еще, или очень жаркая погода, или еще что-то. Вы как-то на это реагируете, или это, в принципе, вот будет случай, вам позвонят, вы поедете? Да, в основном, конечно, так, но, допустим, ну, в качестве примера могу привести такой пример, что, в принципе, вот, допустим, холода, у нас в машине, допустим, всегда, допустим, сейчас имеется там теплоодеяло какое-то, если, допустим, пострадавший оказался, его всегда можно накрыть. Спасатели заваривают тормоза с горячим чаем с собой, возят, тоже такое вот имеется. Вот, ну, к примеру, вот, когда обычно традиционно у нас купание, крещение, тоже, ну, происходит, конечно, запрет из-за тонкого льда, но где-то люди, как я не понимаю... Все-таки дежурили, да, получается? Да, дежурили мы, да, и все равно у нас с собой было сразу, мы и тормоза с собой брали, и одеяла теплые, там, и дополнительные какие-то валенки-унты, то есть, если человек, ну, мало ли что произойдет, всегда это как бы... Вот, а так мы практически в готовности, конечно, если там есть какая-то необходимость, то есть, можно дополнительные силы потянуть, там, взаимодействие с управлением гражданской защиты, можно и автобус какой-то для обогрева подвезти. Ну, происходит, допустим, пожар, да, ну, граждане разные, в разные ситуации попадает, бывает, выскочивает, вот он не совсем одет, естественно, на улице холодно, то есть, для обогрева подвозятся автобусы, там, горячий чай, это все решаемо, в принципе. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали про крещение, у меня личный к вам вопрос, вы сами вот окунались в полу? Нет, 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 к сожалению, как-то вот... Не было таких вот, да, чтобы понять, что человек испытывает... Но, тем не менее, мы дежурим почти, не почти, а ежегодно, то есть, ну, к сожалению, вот лед не позволяет, потому что тут надо понимать, что тоже, что когда один человек или пешеход идут по льду, ну, это одна нагрузка, когда разрешается вот это официально, и когда выходит туда уже несколько сотен человек, естественно, возможность льда не безгранична, и вот с этой точки зрения, конечно, вот поэтому и был запрет. А от чего, вот вы за все время работы анализировали, от чего зависит вот как-то вот всплеск, вот бывает такое, что вот в день вам там сто звонков, а иногда вот сидите, вот два, прозвенело и Тони по адресу, случайно ошиблись, вот как это все спрогнозировать, это невозможно? Наверное, наверное, невозможно, потому что даже вот не зависит от и времени года, и бывает и зимой, и летом разная, случайно, ситуация. Ну, понятно, что когда, допустим, слишком жаркая погода, тоже люди, конечно, чаще попадают и в ДТП и так далее, или когда слишком холодно, вот эти заносы там, и так далее. Но с другой стороны, допустим, может быть, когда вот и скользко, основная масса водителей, конечно, все-таки поаккуратнее себя ведет, таких вот сильных, конечно, ДТП. Ну, тем не менее, происходят они в любом случае, ну, сказать, что вот всплеск, ну, непредсказуемая ситуация, на то она чрезвычайная, что предсказать, где лопнет труба или что там произойдет, конечно, сложно. Ну, наверное, за это вот ваше время работы вы сталкивались с самыми разными ситуациями, у вас есть какие-то наблюдения и пожелания, что людям нужно делать все-таки, чтобы вот в такие ситуации, ну, меньше риска. Да, и вот, ну, вот что вот можно сказать, потому что вот... Ну, тут многое можно сказать, что элементарные вещи, что когда вот сейчас зима, да, выпал снег, потом пойдет отцепель, ну, по крайней мере, надо хоть обращать внимание, когда идете под крышами домов, ну, там висят сосульки. То есть первое требование, ну, не требование, а рекомендации, быть внимательным. Конечно, конечно, да. В основном все зависит от невнимательности, от пренебрежения и так далее, что там, допустим, тоже ДТП, ну, поставил я себе там, если купил какую-то слишком дорогую авторезину, и она меня спасет. Да нет, конечно, спасет тебя твое аккуратное отношение к вождению, к вожению, к там, другим транспортным средствам. То же самое в любой ситуации, там, то есть не оставляйте детей, там, без присмотра, особенно маленьких, там, и летом, сезон, там, то же самое и солнце, и солнечный удар, там, если вариться на солнце, ни к чему хорошему это не приведет. То есть это, в любом случае, надо просто всякую любую чрезвычайную ситуацию предвидеть, предусматривать, что такая вот возможность, вероятно, да, что вот, если вы поехали куда-то на природу, надо понимать, что это не ваша комфортная квартира, там, и так далее. То есть вот основная причина тогда, вот что приводит к таким ситуациям? Да ну, по-разному, по-разному. Ну, если брать вот летний период, и вот то, что люди вот на стол, ну, это, конечно, алкоголь, это однозначно, вот. Да и ДТП бывает, тоже, алкоголь, напьянение, конечно, достаточно большой процент вещаний ситуации, когда связан с этим человеческим фактором, когда злоупотребляют алкоголь. Ну, понятно, да. Ну, бывает еще, когда люди переоценивают свои возможности. Ну, это, опять же, тоже выпил и переоценил, ну, и не только. Да, ну, не только это бывает, что там куда-то поплыл, и все, вот сил не хватило, были у нас такие случаи пожилые люди, купаются, они все понимают. Ну, заплывать куда-то за буйки, когда это уже все-таки здоровье не то, что там, допустим, в 20-30 лет. Да, 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 и поэтому, естественно, это тоже самое, переоценил свои возможности, там, в скоростном режиме и так далее, и так далее. То есть лучше, лучше как-то подстраховаться, подумать. Конечно, конечно, лучше предвидеть вот это. Не рисковать, да? Конечно, конечно, да. Так вот, наверное, вы насмотрелись очень много всего, скажете, спасатели привыкают к этому как-то вот уже, да, со временем? Ну, все равно, привыкнуть к этому сложно. Любая чрезвычайная ситуация, это, конечно, и горе туда, и люди... А как вот к этому адаптироваться, чисто вот морально? Ну, как адаптироваться? Все равно, я же сказал, что все равно все спасатели проходят в какую-то психологическую подготовку. То есть понятно, что все понимают, что это работа. Ну, это точно так же, как взять, ну, взять врачей, там, тех же пожарных, кого угодно. Тоже такая работа, проводить операции, это тоже своего рода как бы стресс. Ну, просто каждый выполняет свою работу. Ну, свою работу, но здесь вот вы, понимаете, вы жертвуете тоже, вы можете, ну, как бы вы рискуете сами. Вот спасатели. Конечно, вы там все под контролем. Понятно, что какие-то, да, ситуации происходят. Вот в чем дело, вы спасаете. Вот в чем дело. Да, ну, опять же, как вот наш в свое время психолог говорил, ведь риск, он тоже может быть оправдан. Имеется оправдан не с точки зрения, то есть он оправдывается тем, что у нас есть и оборудование. У него есть знания определенные, он умеет этим пользоваться, во-вторых, там, ну, знает, что его там страхуют и так далее. То есть мы же не, так скажем, не лезем куда-то без каких-то страховочных средств и так далее, и так далее. То есть это все достигаете, да. Да, то есть это и есть определенные профессии. То же самое, как у хирурга, там, сорвался там нож или не то, куда порешил, как все говорят. Ну, это же такие, как бы, единичные там бывают случаи непонятные и все. А так-то это все же нормально, просто у каждого своя работа, как и, впрочем, и у пожара, в том числе, у них тоже такой же риск. Тем не менее, они же тушат пожары, медики спасают, скорая помощь выезжает. А в вашей практике, из вашей практики есть такой случай, к которому вы возвращаетесь? Вот вспоминаете его как самое такое? Ну, не то, что самое-самое, а который вот у вас... Ну, таких случаев достаточно много, вот. Ну, понятно, что всегда то, что связано с гибелью людей или там с травмированием, конечно, это все-таки, ну, неприятно. Видите, тем более, ну, в основном это связано с тем, когда вот дети, конечно, попадают в какие-то чрезвычайные ситуации или погибают там, или в ДТП, или еще. Это, конечно, вот самое такое тяжелое, когда, ну, все происходит с детьми, это, конечно, наиболее такое, то, что откладывается, вот. Потому что, ну, жалко всех, ну, детей в особенности, вот, поэтому как-то вот так. А вот еще что к вашей специфике, вашей профессии относится? Вы, получается, раньше, может, на пенсию выходят спасатели или нет? Вот как? Ну, вот на сегодняшний момент, к сожалению, нет. Нет? Да. Потому что как-то так вот у нас сложилось, к сожалению, что пенсионное законодательство обошло нас страной. То есть вам нужно быть в форме до самой пенсии, получается, чтобы спасать людей? Да, ну, как-то так получается, да, к сожалению, что как-то вот получилось так, что вот... К сожалению, а может быть это плюс даже, как-то вот... Ну, что, если любимая профессия, если... Да, да, да. Ну, я не говорю, что у нас там какие-то вот завышенные там требования. В принципе, нормально все у нас люди работают. Вот вы как руководитель подразделения на будущее, в чем вы нуждаетесь, вот, ваша структура, база, вот, чего бы вам еще, может быть, хотелось? Хотя, понятно, сейчас времена непростые, да, ну, вот... В принципе, у нас нормальная структура, у нас нормальное оборудование, просто единственное, что, да, сейчас кризис у всех, ну, что-то мы потихонечку обновляем, что-то там ремонтируем. То есть процесс-то идет всегда, и, допустим, что-то отремонтировали, что-то там закупили, поменяли. Понятно. А если сравнить свою структуру, вот, ну, с любым другим городом, даже в нашей области, вот, мы, Самара, на каком, как вот нас оценить? В принципе, мы хорошо защищены, да, мы на хорошем. Ну, у нас такие же структуры существуют и в Сызрани, и в Тольятти, и сказать, чтобы что-то, чем-то мы там отстаем или как-то, нет, ну, достаточно хорошо обеспечены, в принципе. Единственное, что в Тольятти немножко побольше спасателей, ну, это, так скажем, не делает такой глобальной погоды, вот. Ну, конечно бы, хотелось бы побольше иметь в структуре людей, все-таки город-то миллионный, и бывают случаи, когда происходят, ну, различные чрезвычайные ситуации одновременно практически. Ну, я думаю, со временем потихонечку мы дойдем, когда у нас будет побольше людей, вот, тем более сейчас несколько не та ситуация, в принципе, мы нормально справляемся, то есть мы готовы. У нас есть областная поисковая спасательная служба, которая, в принципе, тоже всегда помогает, и мы им помогаем. Ну, и буквально меньше минутки. Сотрудничество всегда. Вот что самое главное, прямо в одной фразе, что сказали бы нашим горожанам? Берегите себя и будьте внимательны, потому что город таит много любых чрезвычайных ситуаций, и поэтому надо быть внимательным. Спасибо, надо быть внимательным. Присоединяюсь к нашему гостю. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok